Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. В случае победы на выборах президента США в 2024 году Дональд Трамп намерен предпринять радикальные шаги, в числе которых назначение на ключевые посты лоялистов и изменения внешней политики США в отношении Китая, НАТО и Украины. Об этом пишет информагентство Reuters. Как отмечает агентство, во время своего первого президентского срока Трамп часто выражал разочарование по поводу высокопоставленных чиновников, которые тормозили, откладывали или отговаривали его от некоторых его планов. «Президент Трамп пришел к пониманию того, что персонал – это политика», – заявил Reuters, четвертый и последний советник Трампа по национальной безопасности Роберт Убрайан. Вместе с этим, по данным источников Reuters, в Вашингтоне существуют серьезные опасения, что Трамп может прекратить помощь Украине. «Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Конечно, это звучит тревожно, но мы не в панике», – сказал агентству дипломат одного из прибалтийских государств. Помощники экс-президента также выражали обеспокоенность тем, что Америка платит слишком много за поддержку как НАТО, так и Украины. Трамп неоднократно заявлял, что если бы он вновь стал президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий в Украине всего за сутки. В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать. Украинский лидер Владимир Зеленский тогда усомнился в способности экс-президента США завершить конфликт. Зеленский отметил, что боевые действия шли еще тогда, когда Трамп был главой государства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что США действительно способны завершить конфликт не за день, не за два, но достаточно быстро. Для этого, по его словам, достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона, но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие. Путин подчеркивал, что конфликт завершится тогда, когда Москва достигнет своих целей. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон непоколебимо поддерживает Израиль, вместе с тем призвав израильских военных приложить дополнительные усилия для защиты гражданского населения Газы. Выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, Остин подчеркнул, что Хамас – это террористическая группировка, которая больше никогда не должна иметь возможности совершать нападение на Израиль с территории сектора Газа. Визит главы Пентагона состоялся на фоне растущей обеспокоенности иностранных правительств и международных организаций по поводу погибших от израильских бомбардировок мирных жителей Газы, а также растущих голода и нищеты в Анклаве. Остин рассказал, что обсудил с министром обороны Израиля Явом Галантом вопрос о защите мирных жителей. Кроме того, предметом обсуждения стал переход от крупномасштабных боевых действий к операциям меньшей интенсивности. «Мы также продолжим призывать к защите гражданских лиц в ходе конфликта и к увеличению потока гуманитарной помощи в Газу», отметил Остин. Галант заявил, что Израиль будет постепенно переходить к следующему этапу военных действий в Газе, а перемещенные лица, вероятно, смогут вернуться сначала на север Анклава. Ни Остин, ни Галант не назвали сроков перехода к операциям, которые Остин характеризовал как, скорее, хирургические. Глава Пентагона, как и другие официальные лица США, призвали Израиль сосредоточиться на преследовании руководства Хамас, основываясь на разведданных. Остин также вновь подтвердил приверженность США к урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе сосуществования двух государств, заявив, что и израилетяне, и палестинцы заслуживают горизонта надежды. Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Color со ссылкой на имеющуюся видеозапись. В заметке издания говорится, что в любительском порно-видео сотрудник Конгресса занимается анальным сексом с неизбестным мужчиной. Также Daily Color опубликовала снимок, на котором неназванный сотрудник Сената запечатлен обнаженным спиной к объективу. При этом он стоит на четвереньках в зале заседаний, а его ягодицы прикрывают рисунок с изображением купола Капитолия США. Журналисты издания Spectator заявили, что речь идет о помощнике главы Комитета Сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Младшего помощника сенатора по имени Эйден Маасе-Черобски, которого поймали на съемке гей-порно в зале заседаний в Верхней Палате Конгресса, уволили. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на заявление офиса Кардина. Эйден Маасе-Черобски больше не работает в Сенате США, сообщили представители сенатора. По данным газеты, 15 декабря Черобски опубликовал в соцсети по поиску работы запись о том, что в прошлом он совершал недальновидные поступки, однако любит свою работу и не проявил бы неуважения к рабочему месту. Кроме того, бывший помощник сенатора назвал попытки очернить его действия сфабрикованными и заявил, что рассмотрит вариант с обращением в суд. О том, что сотрудник Сената снимал гей-порно со своим участием в зале Верхней Палаты Конгресса, написала Daily Caller, в распоряжении которого попала соответствующая видеозапись. Она появилась в соцсети в частной группе для геев, занимающихся политикой. Между тем, доктринальный отдел Ватикана впервые разрешил католическим священникам благословлять однополые пары, однако, согласно его решению, это не должно делаться в рамках служения литургии или каких-либо иных формальных церковных ритуалов. Соответствующий документ опубликован доктринальным отделом Ватикана. Как говорится в Декларации, благословение в таких ситуациях основывается на принципе, что любовь и милосердие от Бога могут получить все люди без исключения, если они этого кросят. Священники должны сами в каждом конкретном случае принимать решение давать благословение однополым парам или нет. Благословение однополым парам не может даваться в ходе литургии или каких-либо других формальных церковных ритуалов. Священник при этом может прочитать краткую молитву с просьбой к Богу даровать просящим мир, здоровье, взаимопомощь и силу духа, чтобы исполнять волю Господа. В документе подчеркивается, что благословение однополых пар не будет являться легитимизацией таких отношений с точки зрения католической церкви. Также там отмечается, что благословение однополых пар не может происходить одновременно с заключением Гражданского Союза или если в этот момент имеются одежда или какие-либо другие признаки свадьбы. В октябре в Ватикане заседал Священный Синод, на котором обсуждались вопросы, касающиеся в том числе отношения церкви к ЛГБТ. Ожидается, что окончательные документы по его итогам будут опубликованы к 2025 году. При этом Ватикан не меняет свое традиционное отрицательное отношение к однополым бракам или союзам. Католическая церковь продолжает считать, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, и его конечной целью является рождение детей. Это благословение ни в коем случае нельзя давать в сочетании с церемониями заключения Гражданского Партнерства или даже в связи с ними, сказано в документе. Северная Корея в понедельник запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить любую цель в Соединенных Штатах, заявили Южная Корея и Япония. Отметим, что Северная Корея осуществила второй запуск ракеты за несколько часов, в то время как Пхеньяна судил учения, проводимые США в регионе, как военные действия. Ракета способна преодолеть более 15 тысяч километров, что означает, что она может достичь любой точки Японии и материковых Соединенных Штатов, сказал заместитель министра обороны Японии Синга Маяки. Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что это была межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, назвав запуск дестабилизирующим актом, игнорирующим международные предупреждения и множество резолюций Совета безопасности ООН. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал усилить эффективность операции по ядерному сдерживанию Южной Кореи и Соединенными Штатами, добавили в Совете. Китай и Северная Корея провели встречу на высоком уровне в Пекине в понедельник. Пекин, который является ближайшим союзником Пхеньяна, подтвердил обязательство углубить сотрудничество и заявил, что обсуждались вопросы общего интереса, не уточняя подробностей. Ракету в понедельник запустили с территории возле Пхеньяна в сторону моря у восточного побережья КНДР и она пролетела около тысячи километров, сообщили южнокорейские военные. Вскоре после запуска Пхеньян выпустил заявление, осуждающее Соединенные Штаты за организацию того, что КНДР назвала репетицией ядерной войны, включая прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан обсудил с южнокорейскими и японскими коллегами важность обмена данными о ракетных предупреждениях. Президентский офис Южной Кореи также заявил, что чиновники обсудили укрепление сотрудничества для прекращения незаконной кибердеятельности и иностранных бизнесов Севера. Северная Корея заявляет, что имеет суверенное право ввести программу баллистических ракет для самообороны и отвергает запрет Совета Безопасности, который, по ее словам, является продуктом враждебной политики Соединенных Штатов. Сейчас мы уходим на короткую рекламу, после которой вернемся в студию и продолжим программу.